На Ленинградском кладбище Скорбящинского мемориала помолились о воинах, отдавших жизни за родину, и ленинградцах, скончавшихся в блокаду. Доски с новыми именами открыли курсанты, училища ВДВ и кадеты. Доски с новыми именами открыли курсанты. Мы когда ехали, наверное, месяца два на станциях нас останавливали, кормили нас. И многие во время поездки умирали. Потом останавливались на станциях, выводили, с поездов выбрасывали, погибших закапывали. А вот те, кто помнит события 41-го года, на таких встречах с трудом сдерживают слезы. Председатель правления общественной организации жителей блокадного Ленинграда Елена Тихомирова, обращаясь к рязанцам, поблагодарила жителей города за то, что спасли блокадников, которые были вынуждены эвакуироваться. В годы Великой Отечественной Ленинград защищали 20 тысяч рязанцев. 12 тысяч из них погибли. В честь их подвига в 2013 году на Аллее Славы Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге установили мемориальную доску. Спасибо вам огромное за то, что вы до сего времени бережете память о блокадниках, о том, что было в нашем городе. Да, если бы не город Ленина, неизвестно, что было бы со страной. Вы все отлично знаете, война была 1418 дней. Город сражался 1127 дней. 15 лет назад в Рязанской области была создана общественная организация. С тех пор ведется поиск жителей блокадного Ленинграда. Мы наконец узнали, что у нас с Ряжской земли сотни людей, девочек, жили под Ленинградом и в болотах, в торфе, в блокаду, забывали торф и помогали ленинградцам выжить. Все они награждены медалью за оборону Ленинграда. Списки захороненных в области блокадников, переданные в архив Пискаревского кладбища, будут в скором времени опубликованы на сайте «Возвращенные имена». Мы всегда будем помнить о той огромной цене, которую заплатили жители города на Неве и его защитники за мир и свободу. Их героизм – это ярчайший пример мужества, несгибаемой воли и человеческого достоинства. Этот подвиг навсегда останется в памяти потомков. Рассказы участников обороны и жителей блокадного Ленинграда теперь можно почитать. После мероприятия на Ленинградском кладбище Скорбящинского мемориала состоялась презентация уже третьего издания «Книги воспоминаний». Дина Ислеева, Игорь Лотов, телекомпания «Город». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...